Композиция из трёх видов искусств. Капылями Николас. Детская музыкальная школа имени Молчанова. Думбадзе. Я бабушка Ильико Илларион. Грузинская народная песня «Солнце в дом войди». Грузинский народный танец. Сейчас зачитаю петоколку. Преподаватель Медведев Сергей Борисович Скицан Иван Фёдорович. Вокал Медведева Евгения Юрьевна и концертмейстер Сухарева Екатерина Николаевна. Детская музыкальная школа имени Молчанова. Грузинская школа имени Молчанова. Солнце в дом войди. Солнце ты нам вечно светишь. Солнце в дом войди. Грузинская школа имени Молчанова. Солнце в дом войди. Грузинская школа имени Молчанова. Грузинская школа имени Молчанова. Солнце в дом войди. Грузинская школа имени Молчанова. Грузинская школа имени Молчанова. Поехали! 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 Я обыкновенный деревенский мальчик! У меня в сумке всегда есть фрукты, роганка и пугач! До первых заморозков хожу в школу босиком! У меня всего одна пара залатанных штанов и по две переэкзаменовки каждый год! Из-за моей собаки Мурады, которая бегает всегда за моим хвостом, в деревне меня называют собачником в школе плуток и нитяем. А бабушка раз и навсегда окрестила проквостом настоящее же мое имя Зурико! Живу я в небольшом селе Гурии, и все же мое село самое красивое! Я его люблю больше всех сел на свете! Потому что нигде не может быть другого села, где бы жили я, бабушка Ирика и Ларен, и моя собака Мурада! Моя бабушка очень мудрая женщина! Она постоянно твердит мне Учись, негодяй! Учись! А то не учим останешься! Ва? А науки у бабушки своеобразное представление! Однажды я сидел на балконе и во весь голос твердел правил из грудинской грамматики! Бабушка спросила меня «Что это ты там зубришь, синок?» Лицо глагола, бабушка! «Что? Где это слыханно? Лицо у глагола! Лицо может быть только у человека!» «Нет, бабушка! Это совсем не то лицо, о котором ты думаешь!» «Лицо на свет одно и все!» «Ладно!» сказал я и захлопну книгу. «Отвечай тогда!» «Что такое лицо?» «Эх... Лицо... это... лицо!» «Садись, бабушка! Урока не знаешь! Ставлю двойку!» «Что?» «Я тебе сейчас покажу двойку про хвост!» «И уже секунду!» «Иди, придачи газу!» «Не то так сгрею!» «Своих не узнаешь!» «Хорошо, хорошо!» «Еще один вопрос задам и пойду!» «Сколько существует лиц?» «Лиц!» «Столько!» «Сколько людей на свете!» «И лицо дано не для того, чтоб такие громадцы строить!» «Полван!» «У одних лицов худое!» «У других — крупное и толстое!» «А у третьих — вообще не разберешь какое!» «Размазня!» «Одна!» «А еще бывают лицемерные двуличные люди!» «Жулики тоже бывают!» «Сказал я!» «Да-да-да-да!» «Правильно!» «Например наш почтальон!» «Сдирает с конвертов марки!» «А потом говорит!» «Без марки, мол, биво!» «Давай рубль!» «А якобы бабушка!» «Ты!» «Ты прохвост, щалопай!» «Пиздельник!» «И нехрить внаружи!» «А!» «Нет!» «Во всей гури женщины, которая могла бы проклинать лучше, чем моя бабушка!» «Но мне не страшны ее проклятия!» «Однажды бабушка обморилась!» «Уста!» «Мои проклинают, а сердце благословляет тебя!» «Разворosing мин и гурики!» «Мои перемени и поедали!» «Фел говорить, о том, что такое происходит глаз wirkt!» «Но самой такие предложенной эксплуатации!» «Ну, которое мне поблагодарили?» «И никто же не не может contrib Windows 10 tantaма!» «Но мне нет процедура!» «Лж dropping, running!» «А!» «Я не беспокоиться!» Возьмите! 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 Моющий предель начинался так. Вставай, вставай, гиздельник! Хватит тебя валяться! Опоздаешь! Заразился со двора голос бабушки. Я тут сейчас же скакивал, несколько раз пробегал по комнате, громко стуча ботинками, грохотом передвигая стулья. И на цыпочках возвращался к кровати. Забирался под простыню и продолжал свой перманый сон. окончательное пробуждение наступало в момент, когда вместе с ушадом, холодной воды на мою грешеную голову обрушились громы и молнии, исторгаемые бабушкой. В кого ты только уродился, этаги бездельный и непутевый, чтоб ты сквозь землю провалился. Ну, что тебе от меня нужно, говорил я. Смерть и твоим не завет похоронила бы тебя рядом с Мурадой и оплакила бы по-русски. Да, 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 по-русски. Что, не научился бы? Вся Россия говорит по-русски. А ты, а ты что-то тупица такой. Ну, назови мне кроме тебя нашей семьи, чтоб русского не знал. Эх, бедный твой дед, семь лет прожил в России и выучил русский язык лучше самого начальника почты Ивана. Дядя, дядя, что вы говорите? Да, 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 Не таражь, пожалуйста, глаза. Два часа покойник говорил с Иваном. Два часа Иван слушал покойного с разинутым том. А потом повернулся к народу и сказал, что подобной русской речи он жизни своей не слышал. Вот как оно было. Можно смело сказать, что школу я и бабушка заканчивали вместе. По-моему, это единственный случай в истории человечества. Продолжение следует...